11 декабря 2020 года. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я хочу вам показать первые районы, которые были построены за пределами старого города. Дело в том, что на самом деле все они связаны с одним человеком. Это Моши. Один Моши. Кто такой Моши? Моши – это Моисей. Дело в том, что я сам путаюсь и сейчас даже не смогу вести экскурсии, потому что я постоянно путаю все эти Моши. Есть район Емин Моши, есть Мазкерет Моши, Огель Моши. То есть, короче, сплошное Моши. Это все связано с благодетелем Моисея или Моши Монтифьоре. Так что мы сейчас находимся в один из этих районов. Точно не помню, честно говоря, какой из них, но Моши – какая разница. Но для меня то, что самое главное, это что эти районы помнит мой дедушка. Меня зовут Рафаил, Рафаэль, и меня назвали в честь моего деда. И как раз часто мы ходили с ним по этим уличкам. Он жил недалеко отсюда. И для меня даже самое главное – это не о том, какой Моши построил этот район, а он мне сказал, что когда он был маленький ребенок, он помнил вот это дерево – это эвкалипт. Кстати, эвкалипт – это дерево, которое, в принципе, из Австралии. Как вы знаете, почти все поселения еврейские, как можно их определить? Обычно всегда находятся какие-то старые эвкалипты. Так что для меня этот эвкалипт связан с дедушкой. Поэтому для меня это важнее даже, чем какой Моисей построил тот или иной дом, или какой Вайнер как бы построил вот это здание. Хоть я могу вам когда-нибудь рассказать все это подробно. Но вот сегодня программа будет более нести такой биографический или автобиографический характер, нежели чем экскурсоводческий. Так что прошу прощения. Не забудь меня взять тоже с собой, дорогой. Ну, я имею в виду, что я буду вести. То есть я вожу тебя, а ты будешь вести всех зрителей. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня действительно у нас будет очень семейный выпуск нашего блога, потому что мы с Рафаилом хотим показать места его детства, хотим показать места, где жил его дедушка Рафаил. Мы с вами прогуляемся также по рынку Махане-Ягуда, знаменитому, как раз на котором и жил, собственно, дедушка уже в то время, когда он был дедушкой нашего Рафаэля. И таким образом мы покажем вам опять же тот Иерусалим, который обычно не видят паломники и туристы. Евреи делятся на Ашкеназы и на Сефарды. Как раз мой дедушка был из сефардских евреев. То есть это означает, что они говорили на язык, который похож на испанский. Ладину называется. И вот синагога, которая вот здесь, она как раз сефардская синагога. Правда, мой дедушка в юности, он стал абсолютно светский человек. Только уже ближе к смерти он опять стал молиться и надевать вот филин и все этого. Но он был абсолютно светский человек. Но если бы он бы ходил в синагогу, он бы, наверное, бы ходил в вету. Но он не ходил. Не буду всю эту историю рассказывать, потому что это очень многословно. Но он воевал, конечно, в 1948 году. Знал все эти знаменитости, знаменитые израильские лидеры, типа Мошедаяны, Вайцмана и прочих. Но не буду об этом подробностей говорить. Так или иначе, в моем детстве он жил уже недалеко отсюда, прямо на улице Маханы-Ягуда, прямо на Ринке. Однако родом он был из старого города, из еврейского квартала. Однако эти улицы он, естественно, тоже знал с детства. Потому что этот район был построен в конце 19 века. То есть в 80-е годы 19 века, так что, естественно, мой дедушка, который родился в 20 веке уже, конечно, знал все эти улицы, все эти дома и много всего мне рассказывал. Мы пойдем сейчас к Тутове дерево и дальше уже пойдем на рынок Маханы-Ягуда. Рафаил мне рассказывал, что папа в свое время хотел купить здесь квартиру. И, к сожалению, мама Рафаила совершенно была против этого. Ей здесь не нравилось. Видимо, напоминает какие-то трущобы, какие-то неблагополучные еврейские такие районы. Может быть, где-то в старой Одессе, не знаю. Так или иначе, сейчас этот район считается очень престижным. Это как бы собрание нескольких маленьких райончиков, которые мы называем Нахлаот. Одним словом, общее такое название. Обычно вот его именно знают все иерусалимцы. И посмотрите, здесь есть сейчас даже такие вот бутик-отели, как этот. Ну, правда, сейчас нет туристов, но тем не менее, когда-то здесь было очень даже престижно остановиться. Конечно, район очень сильно изменился за последнее время, когда здесь стали жить преимущественно богатые люди, дома, квартиры здесь стоят очень-очень дорого. И, наверное, во времена детства Рафаила все выглядело гораздо беднее. Видимо, поэтому мама не соблазнилась перспективой купить здесь жилье. На самом деле, моя мама, конечно, была права, потому что в то время, конечно, здесь такая вот бедность. И даже сейчас, несмотря на то, что пытается из этого района делать что-то такое престижное, могу вам сказать, что много всего здесь сложного. То есть это не совсем богемский район. То есть по субботам человек не может громко слушать здесь музыку, не может быть скульптором. То есть я знаю, что были здесь художники, которые у них в саду как бы был какой-то скульптор. И вот приходили какие-то ортодоксальные евреи, могли все это разбить. Так что вся эта французская сказка здесь, это если ты ортодоксальный еврей. А если ты пытаешься жить здесь, как будто ты где-то в Монмарте, это не получится. Так что мама, наверное, права была. А кто жил здесь в твоем детстве? Пытались здесь жить. И просто простые люди, но также были писатели, также были художники. Но им было здесь как-то трудно, скажем так. Да, вот это... Трудно из-за того, что религиозные? Из-за того, что религиозные, из-за того, что здесь нельзя устраивать богемскую жизнь. Здесь до сих пор все-таки люди здесь традиционного такого склада. И да, есть что-то, которое напоминает старого Одесса, как бы в этом смысле. Ну вот здесь я бы хотел вам показать вот старый сад или бустан. Видите, даже знак есть тут, бустан Асфарады. Здесь замечательные тутовые деревья, очень старые. А то, что интересно, это что это место связано не только с моим детством или с дедушкой на детство. Вот смотри, вот это дерево как раз тутовое. Это еще связано с нашей Марта. Мы с Марты здесь тоже собирали ягоды из этого дерева. И также это связано с моей юности, потому что недалеко отсюда наш друг Нина, да, вот мы с Фимой тут тоже собирали ягоды. Так что, несмотря на то, что здесь все очень такое красивое, не стоит скрывать факт, что здесь иногда собираются наши иерусалимские пьяницы, наркоманы, или просто так посидеть, покурить как бы здесь. Потому что рынок очень многолюдный, и там это все неудобно. Так что можно кое-какие вещи идти там купить. И ребята бездомные сидят здесь как раз на лавках и делают свои дела. Ой, а вот здесь фотография одного из семейства Банай. Дело в том, что в Израиле очень много артистов есть из семейства Банай как раз. И каждый раз, когда они появлялись в телевизоре, дедушка сказал, ну неужели они там чего-то стали? Потому что, ну как бы он их всех знал, и он считал, что они как-то ребята так не очень талантливые, довольно простоватые. Тем более, что семейства Банай, много из них просто были влюблены в одну из моих теток. Так что он сказал, мой дедушка всегда говорил о том, как, ой, вот он был влюблен в мою сестру, и вот это вот, так что это вот такие истории. Так что интересно, вот знак в памяти артиста, израильского артиста, действительно талантливый. Я считаю, что он действительно был талантлив, он даже писал стихи про его детство на этом месте. Ну ничего, то, что нету памятников моего деда Рафаэля, ничего, зато будем писать роман, и тогда вот потомки наши будут вспоминать. Йоси Банай – это израильтян, как у нас с вами Высоцкий. Такие ностальгические песни, своего рода воспоминания, мемуары в стихах и в музыке, о том, как он там жил раньше, так все изменилось, как все стало хуже, хотя он писал это в 80-е годы, уж как бы сейчас он сказал, как все сильно изменилось, да. Ну вот, а детство его прошло как раз-таки на рынке, а дед Рафаэлла жил на рынке, наоборот, последний период своей жизни уже, и вот все воспоминания моего мужа детские, связанные с посещением бабушки с дедушкой, связаны с Иерусалимским рынком. И вот туда-то мы с вами и идем. Ох, как я это место люблю, как хозяйка. Это, конечно, просто сказка, сказка рай для любой хозяйки. Вы сейчас поймете все и увидите сами. Нам сообщили нашу температуру 35,5, и мы проходим на рынок. Рынок – это театр овощей, фруктов, мяса, рыбы, вина, меда, халвы, хлеба. Это настоящее действо. Рынок – это не просто место, где покупают. Рынок – это где получают колоссальные удовольствия от покупок. Рынок – это место, где общаются, спорят и торгуются, а еще едят всякие вкусности, пьют кофе по утрам и так далее. Конечно, если начать ностальгировать, то 25 лет назад цены на рынке были куда более демократичными, кофушек было гораздо меньше, и рынок в основном был как раз-таки местом для бедных людей, которые хотели купить все подешевле, повкуснее, посвежее и попроще, чем в супермаркете. Сейчас же цены на рынке выросли довольно сильно. Иногда здесь даже дороже, чем в супер, если говорить честно и объективно. Поэтому наша семья не слишком часто покупает здесь. Но вот такие вещи, как вот эта свежая рыбка – это, конечно, только и только рынок. Потому что в суперах у нас свежую рыбу не продают, только мороженую. А те рыбники, которые есть в городе, берут ее частенько здесь на рынке, соответственно, лучше здесь. Ну и, конечно же, всякие орехи, сухофрукты, семечки. Вот это тоже финики те же. Сейчас как раз, кстати, урожай. Так что вот мы вам показываем прямо последние, свежайшие. Те, кто были в Ирихоне, вспоминайте эту красоту. Вот, это, конечно, все рынок. Вот овощи, фрукты здесь бывают дороже, к сожалению, сейчас, чем в суперах. Что вам показать интересненького? Анона. Вот сейчас у нас как раз сезон. Видите эти шишечки? Это называется анона. Очень вкусная вещь. Ну, груши, сливы, бананы вы и без меня узнаете. Каштаны, фули, каштаны. Каштаны Иерусалимской зимой – это сказка. Мы их надрезаем крест-накрест ножиком, закладываем в духовочку на 200 градусов, примерно минут на 15-20. Они лопаются, и мы их горяченькими чистим, едим. Это, это Иерусалимская зима. А это знаменитая халва. Называется это царство халвы, если перевести на русский язык этот магазин. И здесь всевозможная халва разных сортов, разных видов, с разными добавками. Но цены тоже, скажем так, королевские, поэтому особо не разбежишься. Но зато здесь есть и полезная халва, то есть из цельной тахины сделанная. В основном халва у нас тахиновая, как вы видите, с кофе, с фисташками. А вот здесь магазин, где продают всевозможные смеси для добавки в мюзли, для добавки в чаи. Это всякие сухофрукты нарезанные, чай розовый, чай зелёный с розами, всевозможные гранолы, всевозможные добавки для риса, специи, кофе. Вот такой вот немножко магазин ориентальных товаров, да, наверное, можно было бы назвать его в старину. Вот посмотрите, какая прелесть, называется «Утренняя любовь». Ещё один символ зимы – это гранаты и израильская клубника. Она поспевает у нас именно в декабре-январе, на вид красивая, на вкус, к сожалению, травянистая. Я люблю вообще вот шум рынка, аромат рынка, вот эти вот звуки, которые здесь кругом, толкотню вот эту, суету. Я не знаю, это какая-то вот просто сама жизнь, которая здесь бурлит и кипит в любое время дня, особенно же сегодня, потому что сегодня у нас пятница. Пятница, по-гречески «параскиви». Знаете, что это означает и почему по-гречески? Потому что по-гречески сохранилось правильное название этого дня, древнее, идущее ещё, не знаю, от иудеев от Ветхого Завета. День готовки, день подготовки. В пятницу евреи готовятся к шабату, к субботе. Соответственно, все бегут закупать продукты и готовить вкусную субботнюю трапезу. Вот поэтому «параскиви» – пятница. Ну, на иврите она называется у нас «Йом шиши», то есть шестой день. Вот эти французы, магазин «Башар», о которых нельзя не упомянуть. Это магазин французских сыров. Разорение для кошелька, большое удовольствие для глаз. Всем, кто любит французские сыры, вам сюда. Чем отличается этот магазинчик? Что здесь очень обильно дают всё пробовать. И напробуешься так, что уже можно ничего не покупать. Очень добрые хозяева, очень щедро угощают, дают всем пробовать. Хорошо разбираются сами в сырах. Ну и к сырам, конечно, оливки всех сортов и видов продают. И всякие другие маринованные штучки. А вот магазин «Кофе». Зачем ещё ходят на рынок люди? Это за кофе, конечно. Потому что в Израиле кофе любят, пьют его много. И те, кто разбираются, и гурманы, конечно, не довольствуются просто обычным кофе. Ну, как у нас в Советском Союзе, помните, да, был один-единственный сорт арабика. А здесь всевозможные африканская смесь, Уганда, Кения с шоколадом, с айриш-крим, бразильский, Перу, микс-эфиопия, ну и прочие, да. И такой выбор, конечно, это только на рынке вот в таких специализированных магазинчиках. Ну, вот то, что мы видим здесь, это вот такие восточные сладости, которые называются кнафи. На самом деле, то, что мало кто знает, что это, скорее всего, древнегреческие сладости времён эллинистического периода. Но потом это сохранилось, вот это ноу-хау именно у восточных, у арабов и так далее. А вот здесь как раз готовят вот такие мини-кнафи. Я, честно говоря, предпочитаю такие вещи купить, вы знаете где? Восточном Иерусалиме, потому что здесь всё это очень эстетично и красиво. Но вот такую вот маленькую вещь, как бы, стоит около 100 шекелей, как бы, это, на мой взгляд, ну, дороговато, честно говоря. Так что такое, антиреклама. Ну вот вам, друзья, правда об Израиле в период коронавируса. Где вы видите соблюдение социальной дистанции, да, social distancing? Театры у нас все по-прежнему закрыты. Но культура в виде рынка и питья кофе на рынке в плотной толпе соотечественников – это святое. От этого отказаться просто народ не может. Вот тут, собственно, и проявляется истинное отношение нашего государства и нашего уважаемого народа к понятию культура. Вот такие очереди, как вы видите, на очень близком расстоянии. Толпа людей повсюду. И никто ничего, никто что-то ничего не закрывает и не штрафует. Да, дорогие, сейчас ещё и ханука. Ханука – это время, когда вспоминается чудо, которое произошло в Иерусалимском храме. Это было в период хасманеев, и тогдашние правители, эллины, внесли языческие статуи в храм. И, соответственно, это вызвало бунт, восстание евреев, знаменитое. И вот в результате получилось так, что в храме не хватало масла для семисвешника. Масла осталось очень мало, и оккупированные внутри храма в насадном положении находящиеся иудеи находились в таком состоянии, что вот-вот скоро семисвешник у входа в святая святых погаснет, что допустить было никак нельзя. И вот произошло чудо. Масла, которого должно было хватить всего на один день, хватило на восемь дней. И в честь этого на хануку, во-первых, зажигают каждый день хануки свечу. Мы вам хануки как-нибудь покажем при случае. Это такой девятисвешник, да, там восемь свечек и одна посерединке, от которой зажигают остальные. Сегодня как раз вечером зажигают первую свечу, начинается ханука, а народ готовит масли, в том числе пончики с офганиот. Поэтому по всему Израилю продают потрясающие пончики. Их готовят, конечно же, и дома тоже люди, но некоторые любят в пекарниках, в кафе покупать вот такую прелесть. И вообще готовят все на масле сейчас, картофельные оладьи, жареные в масле, во фритюре. Все, что можно жарить на масле и на фритюре, это типичная как бы вот еда для хануки. А вот пример европейской кондитерской, европейской пекарни, где делают вот такие шведские трудельники, как мы узнали, что они в Москве называются. В детстве Рафаила, конечно, таких мест не было. Это однозначно уже нововведение даже не 90-х, даже не моей юности здесь, а это уже 2000-х, да, то есть это уже совсем современное. Мы же с вами направляемся дальше и идем сейчас к открытой части рынка, то есть к главной улице рынка. И там вы, наконец, узнаете, как этот рынок образовался, откуда он взялся и почему же есть люди до сих пор, которые живут прямо здесь на рынке. И как это исторически так получилось и сложилось. Итак, каким же образом здесь получился одновременно и рынок, и жилой район? Вначале здесь был именно жилой район, то есть здесь были дворы, в которых жили еврейские семьи. Это было еще при Османской империи, когда евреи стали переезжать сюда из стран Европы, восточной и западной, в поисках более благочестивой, скромной жизни, которая на Востоке действительно была таковой, но селились свои к своим. Соответственно, образовался такой небольшой райончик Махане и Уда. И вот арабы стали приносить сюда фрукты, овощи, чтобы жители района покупали. При англичанах эту торговлю решили как-то организовать и позаботиться точно так же о санитарии, конечно же, места. И построили, собственно говоря, рынок. То есть сделали крытые ряды, наладили здесь также водопровод, канализацию, чтобы все было чисто, благородно и красиво. И вот так начался рынок Махане-Ягуда. Тем не менее, поскольку это все-таки улицы абсолютно жилого района еврейского, то здесь, конечно же, и жили, и живут люди. И вот, собственно, у Рафаила здесь и жил дед. И сейчас мы с вами покажем вам, где. Вот все мое детство фактически прошло здесь. Вот все походки к бабочке, дедушке. Вот как раз видите, вот этот верхний балкон, самый верхний, это как раз наш балкон. Вот сколько раз я там сидел с сестрами, с бабочкой, с дедушкой, наблюдал оттуда, о том, как прохожий здесь ходит. Столько раз дедушка бы дал нам там 10 чекелей. И мы должны были хлеб покупать вот как раз под домом, видите, где до сих пор есть пекарни. Только он всегда сказал, хлеб надо покупать здесь, хумус надо покупать совсем в другом месте, а фаляфель в третьем месте. То есть дело в том, что можно было бы, конечно, в магазин, где продают фаляфель, это вот такие маленькие постные такие котлетки, можно было бы там и хлеб купить, и хумус купить. Но он всегда говорил, дяде, который готовит фаляфель, только у него можно купить только фаляфель. Хумус надо купить у господина Рахму, а хлеб надо купить только здесь. Так что это был вот такой сложный проект. Так что обычно моя сестра покупала хлеб за 2 шекеля, а я за еще 5 шекелей купил кучу фаляфелев. А еще то, что осталось там, как бы, это даже не, это трудно представить такие цены сейчас. Потому что в наши дни этот рынок, это в основном люди ходят сюда ради прикола. На самом деле здесь все очень-очень дорого в наши дни. И я бы сказал, что лучше даже покупать в других местах. Однако вот есть какой-то шарм здесь, в этом месте. И поэтому, видите, как толпы собираются, хоть ковид, и люди просто готовы, наверное, на мученичество ради того, чтобы продолжать свой старый образ жизни. Да, все церкви закрыты, все театры закрыты, кино закрыто. Но зато есть рынок, где можно выступать тоже. Должна вам сказать, что торговцы, выкрикивающие названия товаров и цены, колорит, запах, аромат привлекают сюда абсолютно всех хозяек. И сейчас атмосфера здесь очень демократичная. Но в детстве Рафаила, его мама, как англичанка, европейка, немало пострадала здесь от хитрых товарных торговцев, которые, видя, что она не местная, и что иврит не ее родной язык, порядочно ее обсчитывали, обманывали, продавали не очень качественный товар, и вообще говорили с ней без европейской галантности и уважения, что ее, конечно же, ужасно обижала. И нередко она сама мне это рассказывала, она приходила к покойнику, теперь уже к покойному папе Рафаила, и плакала, и жаловалась, что ее обидел такой-то. И папа ей на это отвечал, а ты не ходи к нему, ты пойди в следующий раз к другому. Здесь на самом деле смесь всего со всем. Каждый торговец здесь – это особый мир. Один выходец из Ирана, другой выходец из Сирии, третий выходец откуда-нибудь из Йемена, например, или из других восточных стран. У всех свой акцент, у всех свой диалект, у каждого свой способ продавать товар. Один более честный, другой менее. Конечно, сейчас уже все это нивелируется, сейчас постепенно это все превращается в аттракцию для туристов, и уже колорит немножко скрашивается, но внимательный глаз все равно заметит разницу между торговцами, между их обращением с покупателем, между диалектами, акцентами, на которых они говорят. Мы находимся на выходе из рынка, и за моей спиной фалафельная. За углом есть еще одна. И в каждой из них стоит очередь, в каждой из них есть народ. А для тех, кто не знает фалафель, фалафель – это шарики из нута, турецкого гороха, обжаренные в глубоком масле, ужасно вкусные. Их едят с питой, с фумусом, с салатиками и так далее. Так вот, как же могут существовать две фалафельных на расстоянии нескольких метров друг от друга, и у каждой есть свои клиенты? Скажу вам, что на рынке фалафельных гораздо больше, и у каждой есть свои клиенты. Почему? Потому что для нас с вами, ну, для туриста любого фалафель – это фалафель. А вот для местного иерусалимца фалафельная – это ее хозяин. Это отношение с этим хозяином. Это особый вкус, который есть только у него. И никогда клиент одной фалафельной не перейдет в другую. Мы с вами заглянули внутрь фалафельной. Хозяин нам разрешил поснимать. И сейчас я вам покажу, как это делается. А делается это вот так. Есть специальная машинка, которая выдает шарики. Они падают в кипящее горячее масло и превращаются в ароматный хрустящий фалафель. А это и есть смесь для фалафеля. Здесь нут, турецкий горох или по нашему хумус. Обязательно сода, специи, коммун, перчик, соль. Когда шарики готовы, их вот так вот вылавливают и продают вместе с салатами с питой. Наша классическая, кстати, абсолютно постная, очень вкусная еда. О, тадараба! Вау! Меня угостили! Посмотрите, какая прелесть! Ммм, невероятно вкусно! Горячий, ароматный фалафель настоящий. Когда я его умею делать, это сказка. Я давно здесь не ел фалафелю. Почему-то сегодня даже особо не хочется, но действительно самый вкусный фалафель на территории Маханы Иуда это там у господина Леви. Почему мы там покупали? И потому что он готовил самый вкусный фалафель, но также потому что семейство Леви, которое там, они тоже из Алеппо. А мой дедушка хоть родился в старом городе в Иерусалиме, но наша семейная традиция, это семейная традиция, которая берет свои истоки из Сирии. То есть город Алеппо, который так много пострадал во время войны в Сирии. Там была раньше очень большая иудейская община. И мы всегда хранили вот эти алеппские традиции. И что делать? Евреи из Алеппо, у них как мафия такая. Они всегда поддерживают друг друга. Ну, так раньше было, по крайней мере. Так что вот это наш семейный фалафель, можно сказать. Семейство Леви, только это другое Леви. Много есть Леви в мире. Ну вот, мои дорогие, мы с вами прощаемся. Очень были рады поводить вас сегодня по родным местам. Из улицы Махана и Иуда. Прощаемся. Я очень рад, что смог поделиться с вами, потому что я никогда вообще-то туристов или паломников здесь не водил. Я знаю, что много экскурсоводи водят, но они все-таки не отсюда, правда? Правда. До свидания, дорогие. Мы прощаемся, обещаемся выходить в эфир как можно чаще. И ждем вас сегодня в 17.30 по Москве. На Топусе у нас будет экскурсия по средневековой Жироне в рождественском наряде. Нас ждет что-то интересное. Испания, так что продолжаем испанская тема. Продолжаем испанскую тему. Не опаздывайте, 17.30. И как обычно, те, кто не успевает, после окончания прямого эфира экскурсия будет доступна бесплатно в записи до 23.00 по Москве. Встретимся на Топусе. До свидания. Продолжение следует...